Приветствую вас. Я, если честно, думаю, что в первую очередь нужно раскрыть даже не саму проблему, которую вы описываете, а то, что было непосредственно перед ней. То есть вы говорите о том, что вам было 17 лет, вы встречались с мужчиной, который на 23 года вас старше. По факту, по факту, это отношения явно были не взрослые, это были отношения явно детско-родительские, то есть вы в этом мужчине видели своего отца, вот вам, ну как бы в нем вам виделась отцовская фигура, а это в свою очередь означает, что вам это по какой-то причине было нужно. Вам по какой-то причине был нужен ответ. И вот это в первую очередь то, что нужно исследовать. Это в первую очередь то, на что вам нужно обратить свое внимание. То есть именно вот этот момент, момент, что вы в человеке, вы в человеке видите по какой-то причине отца. Вы, может быть, хотите видеть отца, хотели бы видеть отца в нем. Вот это нуждается в, в первую очередь в проработке, в первую очередь в корректировке и так далее. То есть что, условно говоря, в вашей вот жизни было такого, да, что в вашей жизни произошло такого, что вами было выбрано, ну вот, собственно говоря, вами был выбран такой мужчина. Но, то есть это вот, ну на мой взгляд, это то, на что в первую очередь вам нужно желательно обратить свое внимание, свое внимание. Вот. Понимаете? Какая, какая штука. Какой момент. И уже, и уже, после этого, уже вот после того, как будет исследовано, каким образом вы пришли, собственно говоря, к таким отношениям. Я полагаю, что после этого уже можно будет вести речь и о, ну, о дальнейшем, скажем так. То есть можно будет уже после этого уже вести речь о том, почему у вас в целом вообще такая проблема возникла. Да? То есть в целом, почему и из-за чего она у вас возникла. То есть вы как-то упускаете вот тот факт, что выбрали мужчину, который старше вас. И старше вас намного. Почему-то вы упускаете тот факт, что человек, ну да, испытывал к вам сексуальное желание, что в этом плохого. Почему-то вы упускаете тот факт, что контекст, вот именно контекст того, что он, вот как вы говорите, хотел вас насиловать. А может быть совсем в другом, совсем в другом мог быть контекст. Может быть он не хотел именно насиловать вас. Может быть он просто хотел вас, но поскольку вы сказали, что у вас не было секса, то его сексуальное желание просто вылилось вот в, ну, такое желание. И все. Да, это безусловно, ну, это безусловно не, далеко не самое приятное, что может быть, конечно. Вот. Но, как бы, здесь опять же нужно исследовать. Здесь, как бы, поспешные, столь поспешные выводы делать, мне кажется, весьма опасно. Потому что, ну, можно ошибиться в выводах. Вот. Поэтому, 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 я думаю, что это вот такой аспект, в первую очередь, который я хочу вам, ну, хочу, хочу до вас донести. Это первое, что я хочу до вас донести. Да, второе, второе, что я хочу сказать. Вы говорите о том, что вас сломало то, что он признался вам в том, что хотел вас уносить. Если вас это сломало, значит, определенно, ну, у вас определенно были какие-то ожидания. Возможно, были какие-то даже, даже желания, у вас были какие-то, вероятно, надежды в данном контексте. Вот. То есть, вы чего-то хотели. И вот тут вот нужно этот момент тоже исследовать. Вот смотрите, вы пишете. А я его очень любил реально. Реально. А, ну, хорошо. Если вы очень его любили реально, реально, то здесь надо бы, конечно, вот еще поисследовать этот момент, как ваша любовь проявлялась вообще. То есть, как она выглядела, ваша любовь. Потому что, ну, я надеюсь, что вы не будете спорить с тем, что любовь можно проявлять. Проявлять, а, как бы, как бы, так сказать, по-разному, по-разному проявлять любовь. Вот. И если вы человека любили сильно, то, ну, не совсем понятно, почему у вас, например, не было, допустим, того же всякого. И если вы человека сильно любили, то, опять же, не совсем понятно, почему, к примеру, вы, допустим, столь негативно воспринимаете его, ну, сексуальное желание к вам. То есть, что плохого в том, что он, то, что мужчина вас хочет. Да? Вот. То есть, такое впечатление, да, что вы человека, ну, как бы, вы не уважаете то, что он, ну, как бы, не реализовал свое желание с вами, да? Что он не попытался этого сделать. То есть, вы, как будто, это все, вот, оставляете загадку. Я его не обрадовываю, на самом деле, но просто, по какой-то причине, да, вы говорите о том, что вас такое признание сломало. Значит, вам было что-то нужно, и нужно вам было что-то явно другое. То есть, вам, как бы, для вас секс, это вот имеет, видимо, какое-то, знаете, ну, такое явно негативное значение. То есть, вы, в целом, негативно, ну, негативно, как мне видится, к сексу, к сексу относитесь. Вот. И опять же, опять же, опять же, не обязательно это плохо. Но отношения без секса невозможны, раз, во-вторых, у вас слишком большая разница была в возрасте два. В-третьих, вы здесь, опять же, у вас, вот, есть явно какой-то пунктик, вот. То есть, явно у вас есть пунктик с сексом связанный. Вот. Опять же, я не считаю, что это плохо, я не считаю, что это обязательно плохо. Я думаю просто, что с этим стоит разобраться, это стоит рассмотреть. Понимаете? Потому что, вот, если вы, как бы, ну, не можете построить отношения, да, если вы не можете выстроить отношения, то у этого, ну, очевидно, есть, эм, свои причины. Вот. То, что вы говорите, эм, что вы не можете, эм, сейчас, допустим, эм, доверять, эм, мужчинам, да, то это дело не здесь, не в мужчинах, как в таковых. А, дело здесь, скорее, в вас и в том, что вы не доверяете, условно говоря, сам себе. Вот. Вы боитесь сближаться, вы боитесь сближаться. А, вот, вы, вот, говорите, что, ну, что, ну, что меня, вот, могут, эм, столько, значит, хотеть, да, что меня, там, условно говоря, что там, меня, эм, ну, не могут люди, любить, да, меня не могут любить и так далее. Вот. И это, эм, тоже, эм, то, что нужно исследовать, то есть, если вы, знаете, если вы такого о себе, о себе мнения, да, если вы так считаете, что вас, вот, ну, не за что любить, любить, например, или, эм, или вы считаете, что вас не любят, то это означает, что вы не можете вести себя так, чтобы заметили ваши, ну, условно говоря, эм, духовные ценности, эм, духовные ценности, вот. То есть, вы, как бы хотите, вы, как бы хотите, эм, чтобы их заметили, вот. Но вопрос-то, он заключается, эм, в том, эм, что вы делаете для того, эм, чтобы, вот, заметили. То есть, это, вот, мне кажется, эм, очень важным, эм, моментом, очень важным моментом. То есть, это, это то, что нужно исследовать, эм, вам, психологам, желательно быть. Дальше, эм, так, я его очень любил, я думал, я ему еще не нравилась, но он просто на меня наплевал. А, что это значит? То есть, ну, условно говоря, эм, вот, что вы вкладываете в это вот, то, что он, эм, ну, то, что он на вас наплевал, как вы говорите, что вы в это вкладываете? То есть, ну, вы, там, допустим, эм, могли ему не нравиться. Вы, допустим, эм, могли, там, в силу, в силу, эм, ряда причин, ну, не совпадать, эм, по каким-то, ну, по каким-то, эм, критериям, характерам, там, и так далее. То есть, что вы вкладываете вот в то, что он на вас наплевал? Может, у него не было к вам, эм, тех чувств. То есть, меня задает такое ощущение, что вы здесь, эм, вот, свои чувства, вот, те чувства, которые есть у вас, эм, ставите во главу угла. Типа, у меня есть чувства, значит, и у него они должны быть. Это, на самом деле, немножко не так. Опять же, что для вас значило, что он для вас наплевал, на вас наплевал, как вы говорите, да? То есть, это тоже такой, эм, эм, достаточно, ну, важный, эм, момент. Понимаете? То есть, важно это, эм, преследовать, эм, на мой взгляд, по крайней мере, это очень важно преследовать, очень важно преследовать этот аспект. То есть, ну, что, ну, чтобы вот, эм, понять, понять, да? Вот, как, как вы, эм, вообще, эм, отношения выстраивали, ну, между собой, ну, друг с другом, да? Вот, в принципе. Как, как вы это делали? Вот, это, эм, тоже нужно исследовать. Всё. Вот. То есть, это, ну, вот, эм, эм, такие моменты, да? Эм, на которые, эм, нужно обратить внимание. И на которые, надеюсь, вы обратите внимание. Вот. Эм, смотрите, тут ещё, эм, какой есть, эм, момент. Эм, на мой взгляд, да? Эм, вы говорите, что вас, эм, значит, эм, ну, сломало. Эм, понимаете, как? Эм, если вас это сломало, значит, скорее всего. Эм, скорее всего. Эм, у вас не было, эм, своего чёткого о себе представления. Эм, изначально. Как бы. Вот. И я так вот думаю, я так думаю, эм, что это, эм, тоже, то, эм, над чем, вот, нужно работать. Ваше внимание. Так. Эм, больше не могу говорить с мужчинами. Мне кажется, я никогда не найду того, кто меня если не полюбит, а в кругом они на рынке. А для чего, Анастасия, вам искать того, кто вас полюбит? То есть, зачем вы хотите, зачем и для чего вы хотите найти того, эм, кто вас полюбит? То есть, вы ищете, ищете любви. Понимаете? Вы ищете любви. Вот. Это означает, что себя, себя, вы, скорее всего, сами, ну вот, сами себя, вы, скорее всего, не любите. Или, там, условно говоря, ну, недолюбливаете, вот, себя, вы, вот. То есть, это, вот, опять же, то, на что вам нужно обратить свое внимание, пристальное, пристальное внимание. Вот. Потому что, ну, делается не в мужчинах. Понимаете? Понимаете? А в том, как вы отношения с ними строите, строите или, там, не знаю, выстраиваете. Вот. Так, это, это очень важный момент. На самом деле, на самом деле. Вот. Ам, дальше. Так, значит, ну и, собственно, последнее, что хочется вам сказать, да? Вот. Последнее, что хочется сказать. Так, это что? Что, у вас, ээээээ? Есть вопрос, нет вопрос. Да? Это, ну, каким у вас вопрос? Ну, вообще, то есть, ну, если вы хотите решить свою проблему, да, то нужно работать, с этим нужно работать. Такая вот история. То есть, если у вас есть желание, да, то с этим нужно работать. То есть, скорее всего, у вас отношения в семье складывались не лучшим образом, вот, это всё скорректируется. Но в целом, да, как бы фантазия о насилии, например, то есть, если мужчина, там, к примеру, фантазирует о том, что хочет изнасиловать, то это же не значит, что он насилит. Вот. И очень важно понять то, как вы воспринимаете секс вообще. Вот. Вы говорите, да, что у вас не было постели, там, и так далее. и так далее. Вот, как бы, очень важно понять, как вы воспринимаетесь секс в целом, вообще. Вот. вот. Потому, как это очень важно. Это очень важный момент. Такие вот дела, Анастасия, то есть, сейчас вы находитесь, по факту в такой вот незавидной позиции жертвы. Вам тяжело, вам плохо, вам больно. Вот. Но всё это можно поправить. Опять же, если у вас есть желание работать в этом направлении. Вот. Всё это можно поправить, всё это корректировать. Вопрос заключается в том, хотите ли вы. Вот. 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 Примерно. Так. Примерно. Так. Примерно. Такой ответ я могу отдать. Вот. С точки зрения, опять же, профессиональной психотерапии. На этом всё. Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам решить свои проблемы, чтобы они разрешились. Вот. Всё-таки. Всё-таки. Чтобы ваши проблемы разрешились. Вот. Ну и. Чтобы вы нашли того, кого смогли доверить. Сначала определитесь в том, определитесь в тем, для чего вам вообще стоят отношения с мужчиной в 18 лет. Да. То есть. Почему вам интересно немножко о другом. Всё-таки. Препочтительнее и полезнее думать, а не о мужчинах. Вот. Бежевым мужчинам. Вот. Ну и. Собственно. Своими интересами тоже нужно определиться. Вот. Возможно. Вы. Совершенно. Справедливо полагаете. Что. Вот. Что вас могут. Ну. Хотеть. Только сексуально. А. Потому что. Ничего. Кроме этого. Вас. Допустим. Сейчас особо и нет. Ну. Я скажу, что. Откуда. Собственно. В 18 лет. И. Этому взят. То есть. Нормально. Вот. Другой вопрос. Как. И. Собственно. Что с этим делать. Дальше. А вот. Так что. Такие дела. Эм. Такой момент. Я надеюсь. Что. Было. Как. Минимум. Как. Минимум. Как. Минимум. Полезно. Для вас. Эм. Если. У вас. Эм. Остались. Эм. Вопросы. Обязательно. Задавайте. Вопросы. Спрашивайте. Эм. Будем рады ответить вам. Вот. Эм. Эм. Я же. Я вам. Эм. Еще раз. Эм. Хотел бы. Пожелать. Все таки. Всего. Самого доброго. Удачи. Я вам желаю найти. Снайти себя. Эм. 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 Обращайтесь. Обращайтесь. Я думаю. Что вам. Обязательно. Помогут. Вот. Всего самого доброго. beslесса. Она использует. Удачи. Эм. Удачи. Продолжение следует...